Есть предложение, тогда нам с вами проголосовать, поскольку открыты мы, за Галину Викторовну Петелёву прошу голосовать. Председателем, руководителем нашей ассоциации. Прошу отпустить, чёртная комиссия считает. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Единогласно. Как хорошо, что я передаю вам микрофон. Поздравляю, Петелёву. Прошу, что надо. Викторовна, сегодня голосование по кандидатуре председателя было безальтернативным. Предложили вас, проголосовали за вас. О чём это говорит? Я так полагаю, что вы прекрасно понимаете, что, скорее всего, из того состава, который был предложен в новый четвёртый состав, обговаривались предварительно кандидатуры, кто может быть председателем. Такие вопросы спонтанно, безусловно, не решаются. И знаю, что были ещё кандидатуры. И на сегодняшний день мы ожидали, что будут выставлены ещё какие-то кандидатуры. Ну вот, как всё произошло, так произошло. Прокомментировать больше я ничего не могу. То есть вы заранее уже знали и шли на пост председателя? В принципе, я знала, что моя кандидатура тоже будет предлагаться на пост председателя. В предыдущие годы об общественной палате в кулуарах ходило мнение, что этому органу не хватает статуса, и его нужно поднимать с помощью СМИ, публичных акций и так далее. Как вы считаете, на данный момент, есть ли статус уважаемой общественной организации общественной палаты Республики Коми, или его всё-таки ещё нужно поднимать и проводить разъяснительную работу и так далее? О том, что статус есть, говорят данные социологического исследования, которые были не так давно проведены. И более 60% населения знает общественную палату не потому, что читали и смотрели где-то по телевизору, а потому что имели уже опыт общения с общественной палатой самого разного уровня. Ну, 25% слышали, не обращались в общественную палату, но знают. Мне кажется, это достаточно высокий показатель, который говорит, что статус уже приобретён, и надо сказать, достаточно основательный. С общественной палаты считаются сегодня все органы власти, и вы слышали из главы Республики Коми, насколько важно мнение общественной палаты. Но говорить о том, что поднимать его как-то или ещё, главное, во-первых, не уронить этот статус. Понимаете, новый состав, новые люди должны понимать, что преемственность – это один из обязательных принципов в работе нового состава. На последнем заседании предыдущего состава палаты с критикой, довольно-таки резкой, деятельностью палаты выступил член Палаты России Игорь Шпектор. Он сказал, что члены общественной палаты недостаточно ёмко работали, выбирали обтекаемые формулировки, не смогли сформулировать чёткие требования к федеральным властям по исправлению ошибок и так далее. Скажите, как вы представляете общую тональность работы палаты под вашим руководством? Будет ли она более предметной, чёткой и требовательной по отношению к федеральным властям? Я только могу сказать, что к этому я приложу все усилия. А говорить, что я сейчас изменю тональность, я просто не имею права говорить о том, что не было соответствующей тональности в предыдущем составе. Понимаете, что я не работала там. Поэтому и даже оценить слова уважаемого Игоря Леонидовича я не могу, поскольку он человек критичный, самокритичный в том числе. И в итоге-то он всё равно сказал, что палата работала очень хорошо. Для меня вот это явилось, может быть, основным таким пониманием, что критиковать мы действительно можем. И хорошо, что мы критикуем. Но я ещё раз говорю, с моей стороны, я как председатель обязана создать условия для того, чтобы все члены палаты работали и раскрылись. Потому что они не случайно сюда попали. Они все значимые люди. Вот это моё глубокое убеждение.